Радио «Вера» представляет Святой великомученик Никита происходил из племени Готов. Этот германский народ в III веке подошел к границам Римской империи и занял территории Причерноморья и берега Дуная. В IV веке Готы продолжили продвижение на юг и запад, завоевав Балканы и Испанию. Тогда же Готы начали принимать христианство. Никита родился и жил на берегах Дуная. Он уверовал во Христа и принял крещение от готского епископа Феофила, участника Первого Вселенского Собора. Епископ Ульфила, преемник Феофила, создал готскую азбуку и перевел священные книги. Но многие противились распространению христианства. В результате начались междоусобные столкновения. Никита стал жертвой такого противостояния. Он проповедовал весть о Спасителе и своим вдохновенным словом обратил в христианство многих соплеменников. Вождь Афаниарих исповедовал язычество. Он разгневался на Никиту, пытал и казнил его. Тело святого мученика с почестями погребли его единоверцы. Частицы мощей святого сейчас хранятся в монастыре Высокие Дычаны в Сербии. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещенные в честь великомученика Никиты. Святой мы перед Богом о всех, кто носит и почитает его имя. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому великомученику Никите. Моли Бога о нас. Преподобный исповедник Игнатий, в миру Иван Бирюков, родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Мальчик еще в школе начал участвовать в хоре и полюбил пение, особенно церковное. Он очень рано принял решение уйти в монастырь. С благословения родителей в 14 лет он стал жить при Валуйском монастыре. Монашеский постриг с именем Игнатий он принял спустя 20 лет. В 1912 году скончался настоятель монастыря, и братья единодушно избрала новым настоятелем Игнатия. Его возвели в высокий сан Архимандрита. В 1924 году советская власть закрыла монастырь. Отец Игнатий некоторое время жил у родственников, но вскоре занялся любимым делом, стал руководить церковным народным хором. Летом 1929 года Архимандрит Игнатий ушел на покой. В начале 1930-го власть открыла против Воронежского духовенства следственное дело. В числе других священников был арестован и Архимандрит Игнатий. Его сокамерниками были священники, монахи и миряне. На Пасху духовенство совершило службу прямо в тюрьме. Архимандрита Игнатия обвинили в том, что он являлся руководителем монашества Центральной Черноземной области и вел среди верующих антиколхозную и антисоветскую агитацию. Его приговорили к десяти годам заключения в концлагере. Через год наказание заменили ссылкой. Архимандриту Игнатию тогда было 66 лет. Условия ссылки оказались для него непосильными. В 1932 году он скончался. В 1989 году Архимандрит Игнатий был реабилитирован. В годы гонений на русскую церковь в 20 веке требовалось мужество не только для того, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. Зачастую довольно было просто остаться честным и добросовестным пастырем, чтобы стать жертвой клеветы и злобы. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы обращаемся к ним с молитвой. Молите Бога о нас. Священный мученик Дмитрий Игнатенко родился в 1872 году в селе Близмелитополя в семье священника. Он закончил Киевскую духовную академию и принял сан. До 1920 года отец Дмитрий преподавал в мужской гимназии в Симферополе, а потом служил в приходской церкви и был заведующим канцелярией Таврической епархии. В 1922 году протеерей Дмитрий Игнатенко вместе с епископом Таврическим Никодимом предстал перед Пролетарским судом. Духовенство обвиняли в нежелании отдать богослужебные предметы, а также осудили за проведение двух епархиальных собраний, которые признали нелегальными. Вины своей никто не признал. Отец Дмитрий был осужден на три года лагерей. Священник вернулся в Запорожье, где продолжил проповедовать и защищать интересы церкви. В 1926 отца Дмитрия выслали на три года в Марийскую область. Летом 1935 отца Дмитрия снова арестовали по традиционному обвинению в антисоветской деятельности. Вину священнику поставили его проповеди, слишком смелые по тем временам. На допросах Игнатенко не скрывал своих взглядов и религиозных убеждений. Протеерей долгое время провел в Симферопольской тюрьме, силы его были подорваны. Отец Дмитрий скончался в тюремной больнице. Православных мучеников всех времен объединяют ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается и к новомученикам XX века, и христианам, пострадавшим за веру столетия назад. Молите Бога о нас. Священный мученик Иоанн Бороздин родился в 1878 году в Слободе-Мстёре Владимирской губернии. Его семья издавна занималась иконописью и держала свою мастерскую. Мальчик рано освоил начало ремесла и закончил школу иконописания. Братство мастеров направило его в духовное училище. Потом Иоанн несколько лет был псаломщиком при монастыре. Юноша женился и был рукоположен в сан Дьякона. С 1923 года Бороздин служил в храме Космы и Демиана в Москве. В 1928 году власти объявили о том, что храм будет закрыт. Отец Иоанн Бороздин к тому времени принял сан священника. Он писал протесты, собирал подписи верующих, но всё было напрасно. В 1930 году храм был закрыт, и вскоре его разрушили. Отец Иоанн тяжело пережил случившееся и заболел. Несколько следующих лет он служил в кладбищенской церкви. Жил в комнатке на колокольне. Там его и арестовали. Утром к священнику пришли его сыновья и обнаружили, что все вещи перевёрнуты, а постель и подушка в крови. Протеерея Бороздина заключили в бутырку. Отца Иоанна обвинили в том, что он распространял ложные слухи о якобы существующем в СССР гонении на религию. Через несколько дней священника приговорили к расстрелу. Протеерей Бороздин был погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутова под Москвой. Историки церкви отмечают, следственные дела христиан, пострадавших от гонений в XX веке, освящены светом мученичества. И это, несмотря на лже-свидетельства, циничные обвинения, искажения, сознательно допускавшиеся следствием. Ни кровь, ни страдания не могли заставить их оклеветать церковь, поколебать их любовь и доверие к Богу даже перед лицом смерти. Мы обращаемся к святым новомученикам и исповедникам церкви русской. Молите Бога о нас.